Добрый день, друзья! Вы на канале Стройгарант Анапа. Сегодня мы в лучшем месте города-курорта Анапа. Рядом лучшие песчаные пляжи, еще галенчный и каменный. Это коттеджный поселок морской, и здесь есть дом в свободной продаже. Это для вас, друзья. Досмотрите ролик до конца. Друзья, мы находимся на улице Земляничной. Идем в дом, который находится на земельном участке 6,5 соток. Смотрите, ворота тоже кованые. Это для заезда вашего автомобиля. В процессе работы дорожки здесь будут обязательно отсыпаны. Коммуникации, естественно, есть. Все дороги в морском освещаются. Последняя улица не заасфальтированная, но до нее очередь дойдет, потому что здесь еще идут работы. Есть электричество 15 кВт, индивидуальный септик, водопровод и дома газифицированы. Смотрите, красивое крыльцо, керамогранит на полу, красивые ограждения. Посмотрите, есть навес над крыльцом, он из солнечного оранжевого поликарбоната. Дверь пластиковая, но со стеклянными вставками. Посмотрите, они затемненные, то есть внутри солнце вас беспокоить не будет. Если обойти дом по периметру, вы увидите, что есть отмостка шириной метр, цоколь тоже уже красиво отделанный, весь дом из желтого силикатного кирпича. Если на входе вы видели, что центральный забор из металлопрофиля, с двух сторон от соседей забор деревянный, обратите на это внимание. Посмотрите, про отлив я не сказала, он, естественно, есть, потому что дом двухэтажный, крыша высоко, воды после дождя будет много, газовый счетчик находится на этой же стене. Продвигаемся к террасе. Она широкая, 23 квадрата, пол выложен керамогранитом, крыльцо, естественно, тоже. Выход на террасу из кухни-гостиной. За мной красивое коричневое панорамное окно и дверь. Друзья, что внутри? Внутри дома еще идут работы, он, конечно, в полной отделке, но посмотрите, не снята пленка, еще осталось навести красоту и буквально какие-то мелочи сделать. Прихожая 3 квадрата, отделена от основного дома красивой бледно-коричневой дверью. Везде, во всем доме уже наклеены обои. Со стороны прихожей начинается система теплый пол, она продолжается до кухни-гостиной, в зоне гостиной. Все работы здесь уже завершены, нет только осветительных приборов, осталось установить розетки и можно устанавливать пушистый диван. Красивые обои, светлый плинтус, бледных приятных оттенков ламинат. Посмотрите, в этой стороне тоже есть диффузоры, это отверстия, которые не делают движимым ваш потолок. Посмотрите, потолки натяжные матовые и они 3 метра во всем доме. Что в зоне кухни? Пол уже уложен плиткой, как я уже сказала, здесь есть теплый пол, но и радиатор здесь также будет установлен. Посмотрите, выходы для радиатора уже есть. Котел, который будет работать от газа, газ уже зашел в дом, осталось только установить котел. Здесь же теплый пол, выход под радиатор, осветительные приборы будут находиться в этой же части, будет вытяжка, ну дальше уже решит хозяин. Спальня первого этажа 11 квадратов. Также потолки высокие, трехметровые, окно, которое выходит с видом на входную зону. Друзья, здесь уже стены оклеены чуть-чуть другими обоями, но тоже очень текстурными, приятными на ощупь, красивых оттенков. Друзья, обязательно будет красивая люстра в центре. Мы не сказали в кухне-гостиной, что под потолком есть розетка для кондиционера. Посмотрите, и в кухне-гостиной, и на втором этаже в каждой комнате, и в этой спальне она тоже есть. Санузел первого этажа тоже небольшой, но очень уютный, красивый, светлый. Посмотрите, красивая, даже сияющая в чем-то матовая вставка на стекле. Красивая плитка, посмотрите, с шикарным бордюром, с таким интересным. А самое главное, мне нравится вот эта вставка с узором. Что здесь есть? Выход под вашу ванную, под душевую кабинку. Посмотрите, есть розетка, есть выход для водопровода, то есть это горячая, холодная вода обязательно, канализационные выходы, все есть. Раковина, световой прибор, все в данной ванной будет установлено. Потолки трехметровые, напоминаю, натяжной, матовый, потолок четыре точечных светильника и принудительная вентиляция, как в каждом санузле. Что есть на втором этаже? Три спальни, они небольшие, но очень уютные. И самый классный санузел, по-моему, все-таки на втором этаже, потому что он очень объемный. Сейчас покажем все подробно. Санузел практически 8 квадратов. Здесь тоже осталось навести чистоту и можно уже заносить, устанавливать сантехнику. Красивые коричневые оттенки под дерево. Посмотрите, интересные узорные вставки. И у ванной есть скошенный потолок. Если я сейчас пройду на ту сторону, вы увидите, что он все-таки очень комфортный. Даже если будет здесь установлена душевая кабинка, вот эту скошенную часть потолка, вы не заденете, если, конечно, вы не баскетболисты. Выходы под сантехнику. Горячая, холодная вода. Радиатор. Посмотрите, он будет повешен здесь. Стекло с матовой вставкой. Давайте посмотрим, какой отсюда вид. По-моему, чудесные соседи уже обустроились. Покажем вам еще две спальни. Это самая объемная. Она 15 квадратов. И мне кажется, самая светлая. Вот оттенки уже здесь бледно-серые, но обои также очень приятные, текстурные. Есть выход под радиатор. Окно также с прекрасным видом. Осветительный прибор, люстра, плафон, как посчитаете нужным. Зона для большой двуспальной мягкой кровати расположена здесь, потому что на противоположной стене я вижу розетки для ТВ-зоны. Ну и третья спальня, друзья, производит какое-то впечатление детской, потому что здесь уже обои с легким оттенком розового, очень приятные. Также есть скошенный потолок, но продвигаться по комнате комфортно. Она самая маленькая, но самая уютная. Виды также прекрасные на соседние чудесные обустроенные участки. И комната, ну все-таки, мне кажется, предназначена будет для детей. Друзья, нам проект очень понравился. Двухэтажный, большой, просторный дом, 110 квадратов. И самое главное, что он в свободной продаже и уже сегодня может стать вашим. Друзья, если вас заинтересовал данный проект, обязательно позвоните нам по телефону, указанному на экране. А лучше посмотрите еще раз этот ролик Нарутуби. Вам обязательно понравится.